Тот самый ординарец Александр Москалюк, который проехал путь от водителя Юревича до обвиняемого в мошенничестве в крупном размере, явился миру не с камеры СИЗО, а с фотографией. Впрочем, сейчас Москалюк под подпиской о невыезде. Срок содержания под стражей изменен по сугубо процессуальным причинам. Зато какие снимки! Тут и устрицы в Мишленовском ресторане, и огни Лас-Вегаса, и склоны горнолыжных курортов, и роскошные отели. Особый шик – многоэтажный особняк в Тарасовке. Бывший советник губернатора так хотел похвастаться новеньким коттеджем, что забыл о всякой конспирации. Это он, шофер, советник, богатейший человек Челябинской области, у которого оперативники ФСБ нашли чемодан, набитый деньгами. Для друзей в одноклассниках просто Саша плюс. Судя по шарикам и ленточкам на профиле, еще и недавний именинник, с чем его и поздравляю. Листаем и удивляемся дальше. Вот последняя фотосессия из раздела «Дизайн и архитектура». Дом Москалюка расположен в элитном поселке на берегу Шершней, который в городе называют Тарасовка в честь бывшего мэра Челябинска. Смотрите, какая изумрудная лужайка, как у английского лорда. Соседи Москалюка – вип-персоны, коммерсанты и чиновники. Под статим и лоск поселка. А вот все то, чем наш герой так гордится. Картины, кожаные диваны, винтовые лестницы и кинотеатр с кинозалом. Кликаем еще. Страны, города, отели, пляжи и полет на вертолете в Арабских Эмиратах. Если его шеф, губернатор Юревич, может купить за 300 бюджетных миллионов винтокрылую машину, почему его бывший шофер не может позволить себе экскурсию над Дубаем? 339 фото и всего 9 друзей. Среди них управляющий филиала банка «Северный морской путь» Дмитрий Довженко, руководитель секретариата губернатора Светлана Терешкина и неизвестные красотки. Девушек вообще много на страничке Москалюка. И такие, и эдакие. Есть даже комментарии. Экс-водителю Юревича есть что сказать по поводу конкурса «Червина краса Донбасса». Ну, кто бы сомневался. К увиденному в социальной сети добавим информацию из материалов уголовного дела. Расследованием, кстати, занимается Следственное управление Следственного комитета по УРФО и УФСБ по Челябинской области. В видеоматериалах оперативников тоже фигурирует и особняк, и картины, и пачки наличности. Только в другом ракурсе. Александр Москалюк, обвиняемый по так называемому банному делу первых фигурантов бывшего министра здравоохранения региона Виталия Тесленко и советника губернатора Ивана Саракуна задержали в бане, когда они отмечали получение отката за поставку медтехники. «Роль Москалюка в этой преступной группе заключалась в том, что он обеспечил перевозку похищенных денежных средств, а также, как предполагает следствие, их легализацию через многочисленные номинальные коммерческие структуры, в которых Москалюк является учредителем либо руководителем». Судя по всему, до января 2013 года тогда его задержали. Судьба была благосклонна к Москалюку. Он начинал как личный водитель губернатора, затем стал его советником и разбогател настолько, что смог купить несколько магазинов и открыть десяток фирм. В частности, являлся соучредителем компании «Гринфлайт», один из застройщиков микрорайона «Парково» и строящегося жилого массива «Академ Сити». В его собственности – управляющая компания «Родник», издательский дом «Вечерний Челябинск», алкогольная торговая сеть «Счастье», «Струйзаказчик», сеть розничной торговли «Прогресс», компании «Северный берег», «Жилавтотранс», «Ремонты строительства», «Парковки плюс» и другие. А еще Москалюк сумел построить особняк площадью более тысячи квадратных метров и отложить на старость 25 миллионов рублей. Во время обысков оперативники нашли у него чемоданы с деньгами и удостоверение советника-губернатора с номером, как у Джеймса Бонда. Джеймс Бонда. А как вы стали советником-губернатора за такое короткое время? За какое короткое время? Вы же были водителем, вдруг стали советником-губернатора по карьеру с деньгами. Это не карьера. А что это? Добавим, что по уголовному делу о хищении бюджетных средств в здравоохранении также были задержаны экс-министр здравоохранения региона Виталий Тисленко, главврач больницы Михаил Шуховцев, советник-губернатора Иван Саракун, директор двух коммерческих фирм, занимавшихся продажей и обслуживанием медоборудования Владимир Волошин и начальник главного управления материальных ресурсов Эрнест Каримов. Вслед за арестом Каримова объявлена операция «Ликвидация». Областным правительством принято решение, главное управление материально-технических ресурсов упразднить. Именно эта структура занималась всеми тендерами и аукционами, в том числе медицинскими. Вместе с ликвидацией ГУМРа поставлен крест и на Челябинском управлении здравоохранения. У политолога Александра Подопригора по поводу такой синхронности и поспешности есть своя версия. Получается, что вполне резонны предположения. Может быть, его ликвидируют для того, чтобы вообще, что называется, концы в воду. То есть все бумаги ликвидируются обычно, половина документов теряется при реорганизации, что-то под дождь попадает, что-то сгорает. Такое часто бывает у нас. Может быть, в этом смысл этой реорганизации? Потому что каких-то выгод с точки зрения эффективности и подконтрольности, прозрачности этого процесса, когда разрушается специализированная структура, профессионально работающая в этой сфере, и ее полномочия раздаются всем подряд, очень трудно тут понять, какой позитив в этом есть. Его, скорее всего, просто нет. Просто ликвидируется структура для того, чтобы больше о ней не вспоминали. Больше не ходила туда ФСБ, не ходила туда милиция, не искала никаких бумаг, потому что там их просто не будет. Ликвидировали. Нету и все. Москва дала добро. В Министерстве юстиции РФ идет процедура регистрации новой федеральной политической партии «Соцгород». Партия нового типа, как и крестили ее политологи, полностью отвечает самой актуальной политической концепции, воплощаемой сейчас Кремлем. Создание новой партии продиктовано временем и ситуацией, сложившейся в регионе. Главная задача – восстановить обратную связь между населением и местной властью. Руководство «Соцгорода» намерено показать, как можно объединить вокруг конкретных дел и результатов самые разные общественные и политические силы. Депутатов, исполнительную власть, СМИ, экспертное сообщество. Партия «Соцгород» – это не оппозиция, а открытая площадка для совместного обсуждения и решения социальных проблем, близких и понятных обычным людям. Да, действительно, сегодня регистрируется Федеральная политическая партия «Соцгород». Создается она на базе реального объединения людей. Это те люди, которые не имеют никакого отношения абсолютно к политической борьбе. Но, тем не менее, люди, которые уже более 10 лет занимаются реальными, насущными вопросами района, своего города. И именно этим, понимаете, они борьбой за политическое кресло, мы и планируем заниматься в будущем. Еще на этой неделе суперджет из Магнитогорска вынужденно сел в Челябинске. У самолета сработал датчик нештатного положения шасси. Трактор на домашнего льду по булитам уступил екатеринбургскому автомобилисту 2-3. Прокуратура нашла в челябинских колониях 400 мобильных из 600 литров алкоголя. Озерская ячейка ЛДПР вышла в пикет с требованием расследовать деятельность сенатора Цыпко. Свои итоги недели подводят и простые южноуральцы. Хорошая неделя прошла. Дома сидел, ничего не делал. На этой неделе удалось не так много работать, как обычно. Ну, единственное, хотелось бы денег чуть побольше. Их всегда-всегда почему-то не хватает. Только радоваться жизни надо. Внук меня радует, а что мне еще? Вот должен в пятницу завтра пойти в садик первый день. Мы ходили с ребенком в театр на спектакль. Вот собираемся в ТЮЗ на Новый год идти на следующей неделе. Сегодня у него день рождения. Так что, да, ну спасибо вам. На Медне губернатор Юрьевич имел 20-минутную славу на канале РБК-ТВ. Рассказал про бренд «Челябинский метеорит». На этот раз как-то обошлось без хэштега «Жесткий газ», «Лед из газа» и «Межпланетных дел». Конечно, когда метеорит упал, мы были расстроены, потому что очень много стекла разбилось, кое-где здания были повреждены. Но после того, как все восстановили, хочу отметить, что ни один человек не пострадал. Все-таки метеорит – это бренд. И да, метеорит назван «Метеорит Челябинск». И теперь город Челябинск знает во всем мире. Уже сняли фильмы по «Дискавери». Вы уже считали, насколько Челябинск прибавил как бренд через метеорит, через освещение мировой прессы? Ну, материализовать популярность – это тоже не так легко. Но тем не менее, метеорит мы – самый большой кусок, который упал в озеро, поставили в музей. И какое-то количество посетителей к нему обязательно будет приходить. Но все равно, когда территория становится известной в мире и, может быть, знаковой сказать, уже даже проще работать и с инвесторами. Вот уже и огромный осколок метеорита нашли, и экскурсии в музей вводят. А компенсации за выбитые стекла южноуральцы так и не получили. В официальных отчетах значилась цифра 7320. Именно столько пострадало жилых зданий и социальных объектов. Часть восстановительных работ, конечно, профинансировал федеральный и областной бюджет. Но ведь только часть. Сразу после падения метеорита людям говорили – фотографируйте разрушения, вызывайте сотрудников ЖЭКов, составляйте акты обследования помещений, открывайте счета в банках, и помощь обязательно придет. Не пришла. Как, впрочем, часто бывает. После метеорита у нас очень много выбило стекол в подъезде, и больше всего пострадало со стороны двора. Лоджии у кого лоджии, у кого окна, там очень много повыбивало. Проходите, не стесняйтесь. Вот эти вот два окна вылетело. Ну, одно треснуло, одно вылетело стеклам, и они помогли. Это уже, как говорится, тут нечего. Ну, в подъезде нам никто ничего не восстановил, и не собирались. Вот, у нас единственное, что вот восстанавливает все окна, восстановил в подъезде, это вот мальчик, который у нас живет. Вот здесь я вставлял все по голове. Ниже вставлял этажом. Но не везде, сколько у меня было, я вставил, а вот остальные есть тресну. У нас же сейчас много меняет старые окна на новые, на евро, и очень много рам выбрасывает. Он у нас молодец, он эти рамы прибирает, собирает. Хорошие стекла, вот он заменяет. То есть, наше это созвездие, от него толку никакого. Получается, вместо областной власти и помощи, материальной поддержки, у вас Сережа? Сережа вот нам все помогает. Да, они делали какие-то снимки, фотографировали, собирали документы, сдавали, но компенсацию так и не получили. Мы привычны уже к тому, что компенсацию искать, сами знаете, бесполезно. Пролетел метеорит, а мы не расслабляемся, компенсации платить власть не собирается. Ну и вы не в курсе, кому компенсировали? Ну конечно, диспетчер, диспетчер принимает заявки, заявки, диспетчер от жителей, заявки, принимает заявки от жителей. Совесть у тебя есть? Совесть одного, с прицепом? А времени нет? На сегодня это вся информация. Встретимся через неделю. Продолжение следует...